Здесь представлена еще одна стилизованная бархатная книга, на обложке которой помещен герб рода светлейших князей Лопухиных Демидов. С 1873 года владельцами нашего имени стал Николай Петрович, светлейший князь Лопухин Демидов, старший внучатый племянник Павла Петровича Лопухина. Девизом этого герба стал выражение «Бог мой, моя надежда», и этот герб совместил элементы герба рода Демидовых и рода Лопухиных. Поскольку Павел Петрович Лопухин умер дней оставить прямых наследников, а согласно дворянскому законодательству, еще при жизни своей он должен был назначить преемника самой главной фамилии и титула, дабы не прервался род по мужской линии, и он выбрал своим преемником своего старшего внучатого племянника Николая Петровича Демидова, который был женат на Ольге Валерьяновне, урожденной Столыпиной, троюродной сестре Петра Аркадьевича Столыпина. Эта семья владела курсунем с 1873 по 1918, хотя фактически они остались владельцами по сегодняшний день, но юридически они владельцы, но фактически это государственное имущество. Николай Петрович был внуком одной из сестер Павла Петровича Лопухина, Екатерины, которая в свое время вышла замуж за Григория Александровича Демидова. Вот откуда появилась фамилия Лопухин Демидов. Это Лопухина Демидовы имели четырех детей, которые остались живых. Вообще у них было шестеро детей, но двое, Павел и Петр, умерли еще во младенчестве. Живых остались Вера Николаевна Демидова, Елизавета Николаевна Демидова, Александр Николаевич Демидов и Лев Николаевич Демидов. Дело в том, что поскольку Николай Петрович получил приобретенный титул светлейшего князя Лопухина Демидова, поэтому только старший и один вроде мужчина мог носить фамилию Лопухин Демидов и называться светлейшим князем. Поэтому только после смерти Николая Петровича появился следующий светлейший князь Лопухин Демидов, Александр Николаевич Лопухин Демидов. На этой фотографии, вот рядом с фотографией отца, изображены трое его сыновей, как раз возле нашего дворца, с собачкой, возможно, с собачкой Ольги Валерьяновны, возможно, какой-то другой с собачкой. Ну, салонные маленькие собачки, породы балонки, мопсы были модными тогда очень, поэтому неудивительно, что именно с собачкой сфотографированы мальчики. Александр Николаевич Лопухин Демидов был женат на Наталье Дмитриевне Нарышкиной, княжне Наталье Дмитриевне Нарышкиной. Вот на этой фотографии они изображены, Наталья Дмитриевна, Александр Николаевич и брат ее Кирилл Дмитриевич, князь Нарышкин. И опять же трое старших сыновей семьи Лопухины Демидовой. Эти мальчики воспитывались и у Ольги Валерьяновны Лопухиной Демидовой. Вот это одна из поздних фотографий, где-то около 18-го года сделана эта фотография, потому что в октябре 18-го года Ольга Валерьяновна выехала из Корсуня за границу. А вот так выглядела в начале 20-го столетия именно вот эта комната, где мы сейчас находимся. Это бывшая диванная гостиная. Как раз вот эта ее часть изображена на фотографии. В инвалидном кресле сам Николай Петрович Лопухин-Демидов. Прекрасные инкрустированные двери когда-то закрывали выход из этой комнаты. Здесь же на фотографии видно фрагмент небольшого дивана. Угловой диван обязательным был для каждой диванной гостиной. И возле каждого дивана стоял вот такой овальной формы небольшой столик. Это приметы, абсолютно постоянные приметы каждой диванной гостиной. Обратите внимание на пол. Прекрасный, лакированный, естественно, паркетный пол. Свой рисунок и в этом зале. А вот между окнами, их два в этом зале, размещалось тоже большое зеркало. В зеркалах отражался свет от свечей, от ламп. И создавалось впечатление, что их гораздо больше. А кроме того, зеркала придавали определенную глубину, расширяли пространство в каждой комнате. Интересно, чем еще интересна эта комната. Обратите внимание на карниз. Карниз в этой комнате был украшен врезальной живописью. Абсолютно нейтральный живописный орнамент. Здесь сохранились только фрагменты, но нам удалось в разных местах размыть этот орнамент. И, в принципе, при возможности можно восстановить орнамент, украшавший карниз этого зала. В углу располагалась печь. Возможно, голландская печь. На камин не похоже, больше это похоже на голландскую печь. Вообще, печей было очень много в дворце. Центральный зал обогревался грубыми. Третий зал обогревался каминами. И почти между каждого из смежных залов находились грубые печи, выходы которых выводились в четыре дымовых дымохода, которые располагались на крыше нашего дворца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова